Что такое образ и мир, атмосфера, в котором происходит действие? Потому что это очень важно, очень интересно. Многие художники, мы не будем рисовать мир и атмосферу, мы нарисуем персонажа, они будут там как-то общаться. Но на самом деле очень интересно придумать и создать некую вселенную, абсолютно еще не существующую, но ты ее рисуешь, создаешь, и она становится реальной абсолютно, то есть люди ее видят, люди ее переживают, чувствуют, что она как-то реальная. В историю, то, что ты делаешь, поместится может быть процентов 10-15 из того, что ты придумал. И только так, да, вот эти вот здесь 15% будут выглядеть убедительно, насыщенно, потому что за ними будет стоять гигантский мир, который ты придумал, как и с реальным миром, потому что мы же видим весь мир целиком, мы видим только маленький кусочек. Но поскольку за этим находится гигантская вселенная, которая всем своим существованием вот этот кусочек наполняет, и мы смотрим и понимаем, что да, это реальный кусочек, который мы смотрим. Я придумал какую-то коротенькую историю еще в Екатеринбурге, про такой ужастик такой детский, придумал персонажей, ну и как-то я так его и не нарисовал в итоге. Я приехал в Москву, как раз появился издатель, вот с этой идеей я говорю, вот давайте такой, он вот очень круто. И как раз я ходил все это время по Москве, смотрел новый город, все было очень круто и интересно. И в Москве у нас есть две основные вещи, которые там сразу поражают, это, во-первых, метро, и второе, это совершенно великолепное, мне очень нравится, это сталинская архитектура, так называемый сталинский ампир. И как бы здесь, вот это как-то немножко смешалось. Один раз, кстати, вот молодой человек, который известный статильок, мы с ним в метро застряли уже поздно-поздно, ночью, если у вас картинка, сейчас выезжают уже последний поезд, но это уже не поезд, а уже такой самый последний поезд с уборщиками. И тут выходят эти роботы и начинают убирать все вокруг. Эскалаторы уже остановились, да, здесь вообще уже тут все, мы не знали, что творить дальше. И вот оттуда родилась вот первая идея про метро, и, соответственно, город должен быть совсем фантастическим каким-то, но каким фантастическим, то есть рисовать стеклянные здания, это скучно и неинтересно. А вот моя любимая сталинская архитектура как раз и начала воплощаться в какие-то безумные высотки, которые нигде не заканчиваются, нигде не начинаются и уходят сверху вниз, в небо, ничего не понятно где. И третий совершенно, да, великолепный момент этим летом, горели трофянники, например, очень часто говорят в Москве, и вся Москва была окутана туманом. Я такой хожу и смотрю, ага, классная атмосфера для комиксов, ничего не видно, все люди ходят в тумане. И отсюда как бы возникает момент, то что какой-то транспорт не может ездить. И, соответственно, метро становится самым главным видом транспорта, потому что там поезда не могут ездить. И потом родилась идея с тем, что метро очень давно было передано в руки роботу, гигантской системе, которая управляет всем метром. И эта система потихоньку захватила собственно метро и начала уже управлять ним сама. Вот из всего этого потихоньку смонтировалась вся история, которую, в принципе, еще, наверное, можно где-то в Москве найти и почитать. И немножко перейдем к деталям. Многие там придумали. Рисование не просто визуализация. Нет, не совсем. Рисование – это процесс ушления. Ты начинаешь рисовать и, может, еще и даже не знаешь, вот что это выйдет и что получится в итоге. И вот конкретно, пока рисуешь, продолжается вот это креативное создание вселенной. И смотришь и смотришь, ага, вот здесь что-то должно быть. Наверное, какие-то провода должны быть. Не сейчас-то уже везде висят. А уже в будущем, то это будет у всех просто гигантское количество, причем половина из них будет уже забыта, зачем они нужны и куда они использовались. Появляются какие-то персонажи, какие-то крысы, которые там мутировали в этом метро. Ну и плюс еще здесь деталей уже появляются вот на первой самой картинке. Это что, как бы, собственно, из чего состоит в современный город? Это дома и реклама. И, естественно, без рекламы никакой город будущего мы не представить не можем. И поэтому я пытался его максимально помочь рекламой. Ну, автор мог бы и побольше, конечно, приходить туда рекламы. Ну, тогда, может быть, не видно было бы в городе. Все там очень лишнее. Мы придумали рекламу с Кирклсом. Вот и спамовая система Доберман. Она не только найдет спам и рекламу, но еще найдет и накажет рассырщика. Прекрасная питательная масса для ваших биокомпьютеров. Ваш малыш будет работать в два раза быстрее. Вот, примерно вот так создавался мир. И отсюда появляется какая-то вот именно интерес к этому миру. не только как бы у меня, когда я его создавал. Но и большинство читателей и критиков сказали, что да, что вот очень такой тушистый, мохнатый мир получился, в котором очень мило и уютно жить. Детали – это очень важный момент, из которого формируется любой персонаж, любая атмосфера. И придумав много-много этих деталей, мы можем создать персонаж, создать мир. Но в данный момент мы можем узнать о персонажа почти все. Мы здесь видим кучу-кучу-кучу деталей. Гигантский анафистский флаг, кресло с одеждой очень странной. И с оружием книги Бакунина. Чики Вару у нас есть, наверное, на стене. Вот там, Крабоскин бородатый. При этом по телевизору нам сообщают новости о террористических актах, которые кролики совершают против людей. И дальше, на следующей странице, мы наконец видим нашу героиню, которая террористка и которая действует против людей. Она устраивает террористический акт в магазине, не в магазине, а в фастфуде под названием «Макрэйпель», где готовят кроликов. Вот, ну вот здесь мы видим конкретных персонажей. Это, видимо, лидри, невидимо. Люди, которые заготавливают эти кролики. Ну, как они должны любить? Ну, как повара, видимо, в фартуках, в перчатках, окровавленные. Ну, просто скучно, когда уходим. Я думаю, что вот так выглядят повара. Ну, тоже, опять же, должны быть охранники. Я вспомнил, какие все-таки в нашей реальности бывают охранники. И понял, что там какие-то серьезные взаимоотношения на этих охранников происходят. Ну, собственно, их отобразилось. Вот здесь такой молодой охранник, который моет полы, и деды охранники, которые, значит, одним блумятся всячески. Когда проект вывешивался в метро, пришли охранники метрошные. Давай себе это фотографировать. Сначала пришли охранники вот такие самые обычные. Все сфотографировали и убежали. Потом пришли охранники уже одеты поприличнее. Тоже долго стояли, ржали и радовались. Потом нашли, говорят, кто художник? Я говорю, слушай, это круто. Продаешь? Я говорю, ну, можно. Мы это сейчас покупаем, мы себя в подсобке повесим. И, собственно, вот в силу этих деталей они как бы не загромождают пространство, но читатель понимает, что мир очень богатый, насыщенный. У каждого персонажа есть своя жизнь, свои интересы, свои слабости, свои влечения. И это как бы создает вот эту выразительность и убедительность. Я думаю, надо потихоньку перейти к персонажам как героям. В первую очередь персонаж, как действующее лицо, должен иметь несколько очень четких и внятных характеристик. Во-первых, он должен быть стопроцентно узнаваемым. Поскольку мы в истории видим его очень много раз, в очень разных ситуациях, в разных кадрах, и читатель должен ни в коем случае не теряться, а очень четко и внятно сразу видеть, что это один персонаж, это второй персонаж. В данном случае у меня акцент был на волосы, но это как бы у меня были приемы из манги. Второй момент, естественно, он должен быть каким-то необычным и интересным, потому что слушанный персонаж никому не нужен и не интересен. И поэтому образ персонажа нужно рисовать так, чтобы он привлекал внимание, чтобы на него было интересно и здорово смотреть. Третий момент у читателя для того, чтобы он погрузился в историю и сопереживал, вот здесь как бы главная задача добавить ему какую-нибудь слабость. Если человек Супермен, то что ему сопереживать? Он и так Супермен, он и так герой, ему все пофигу. То есть, когда они создали Супермена, они очень сильно напряглись, ребята после нескольких историй, потому что помнишь, а что еще дальше делать? Он неубиваемый, он самый сильный, он летает, и все вообще такое. Всех спас как бы, а что дальше? И пришлось им придумывать какие-то слабости у Супермена. И появился Криптонит, при присутствии которого он становится слабым, ничего сделать не может и так далее. И Стэн Ли, который это более позднее, я про американский комикс сейчас начал рассказывать. Стэн Ли, который чуть позже создавал персонажей очень много, который это Спайдермен, Иксмен и все. Он как раз сразу четко заявил, что у любого Супермена должна быть слабая сторона. И создав эту слабую сторону, во-первых, он сразу становится гораздо более сложным, гораздо более интересным, и есть как им манипулировать. И во-вторых, читатель начинает переживать, он уже знает, что у него есть слабая сторона. Если враг вдруг найдет эту слабую сторону, он уже может и видеть нашего любимого героя. В процессе истории мы должны как-то придумать и раскрыть именно внутреннее состояние персонажа, придумать ему целую жизнь. Мы не увидим в этой истории всю его жизнь, но автор должен 100% знать, где он родился, где он рос, где учился, где у него были проблемы в семье. И только тогда вот этот маленький кусочек, опять же, о чем он говорит, про атмосферу, будет выглядеть убедительно и внятно, и персонаж будет живой и выразительный. Он должен быть все-таки момент мотивации. Если он злодей, нужно понять, почему он такой злодей. А почему он добрый? Добрый хорошо, мы все добрые. А почему ты это связываешься со злодеем? Зачем? Почему ему это надо? Пошел лучше пив, купил сквер. Зачем мы воевать со злодеем? В данном случае, как бы, два персонажа. Мальчик и девочка. Они идут в метро. Девочка пишет диссертацию по поводу разных виртуальных личностей. Пацан идет только из-за того, что он поспорил со своими друзьями в школе, что он первый пойдет ночью в метро проведет. Вот мы четко абсолютно простраиваем всю эту схему, понимаем, зачем они пошли, почему они пошли. Ну и еще, как бы, такой уже совсем сложный момент, в котором писал Достоевский. Персонаж должен меняться в течение истории. И если он пришел в начале истории одним человеком, то в конце истории он должен стать другим человеком. Здесь совсем третий мир, который был очень такой интересный проект. Город Лодь. В Польше заказал истории про Лодь. Когда я приехал, я понял, что очень похож на Игрину, потому что тоже абсолютно заводской город. И застройка абсолютно такая вот крыщевского типа. И там совершенно гениальный был момент. Они, видимо, начали дома разваливаться, стены заваливаться, они им стали делать контрфорсы. То есть вот как у церкви. Ставилась вот такая вот... Ну, вы видели что-то в Зиняковой церкви. Вот. Ну, в церкви все понятно, это как бы высокая архитектура, раздушная и все. Когда такие вот контрфорсы начинают пристраивать себя к хрущевскому типа дому, то все начинает выглядеть абсолютно космически. И вот на основе всего этого я создавал некий мир опять, то есть атмосферу всего этого города. Ну, по-первых, там было еврейское кладбище, тоже очень такой замечательный момент. То есть абсолютно старое, разрушенное, заброшенное. Ну, здесь просто можно посмотреть на персонажа опять, сколько больше о персонажа говорил. Ну, такой очень мощный, гнятный контраст. Мы видим, что да, один вот он несчастный, тот счастливый. И приходит заказчик, человек, заказать ему там убийство. Вот. И там тоже был такой персонаж ведьма. Ну, вот, и я так тоже долго думал, ну, какая ведьма? Ну, что такое ведьма? Это такая баба-яга там в платочке, с палочкой такая, с исключенной. Потом, ну, что-то скучное. Я ее так нарисовал, и сякнулся. Нет, ну, что-то такая не баба-яга, не ведьма никакая ни разу. И потом понял, что, ну, все-таки ведьма должна быть, если она денег столько берет, она должна быть нормальной, выглядеть модной, деваться. Ну, и вообще, говорит, должна быть очень классной. Ну, сейчас можно, как бы, если какие-то вопросы есть, я с удовольствием отвечу. Я такую композицию продажу. Спасибо. Вот хорошие кадры, чтобы его распространять. Она ему за деньги вызывает образ его умершей девушки. Я на первый план ставлю атрибуты, которые нам дадут понимание того, что мы находимся не просто где-то, а мы находимся в каком-то месте, которое связано с какими-то сакральными, колдовскими вещами, какие-то катаболистические символы. То есть передний план абсолютно нейтрален, он просто нам создает некую атмосферу. А вот конкретно эта тень, которая здесь появляется доминирующей, она создаёт этот конфликт взаимоотношений между ними. Ну, и вот кинематографически отличный переход с общего плана на крупный план, и только тут начинает появляться как образ его девушки заказывания. Кино, 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 с камерой работаем, всё время работаем с камерой. До дня! Продолжение следует...